МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравы будьте! С вами программа Примринг ТВ. Исконно русская, богатырская, суровая забава. Зимний картинг сегодня в программе. Но в начале новости автоспорта. На льду Амурского залива прошли соревнования по женскому автоманеврированию. В минувшие выходные 12 февраля состоялись традиционные заезды на время для автолюбительниц города Владивостока. Организатором соревнований выступил женский автоклуб «Правый руль». Для участниц была подготовлена интересная сложная трасса, которая включала в себя разнообразные элементы, такие как змейка, восьмерка, скоростной участок и узкий 90-градусный поворот. На этих элементах отрабатываются важнейшие навыки управления автомобилем. Основная мотивация женщин для участия именно в этих соревнованиях в ледовых – это поездить на льду. Во-первых, это же очень интересно. Научиться управлять своим автомобилем в каких-то нестандартных ситуациях. На льду это же интересно, то тебя куда-то заносят. Как повернуть руль, как правильно ручником воспользоваться, и стоит ли им вообще воспользоваться. Я думаю, все-таки повышение мастерства – это больше, чем как-то проявить себя, показать себя. Соревнования начались с тренировочных заездов, после которых была настоящая захватывающая борьба за призовые очки. Первой в этом соревновании стала участница Лариса Морозова. Второе место у Снежанны Фирсовой. Бронзу завоевала Александра Пак. Водители все-таки, скорее всего, не делятся на мужчин и женщин, потому что одна и та же ситуация на дороге. Все мы участники дорожного движения. Поэтому водитель должен быть водителем, вне зависимости от того, мужчина, женщина, старик, юноша, девушка. В следующих программах мы обязательно расскажем о маневрировании более подробно. Москва, самовар, матрешка, балалайка – это все, что знает о России практически любой иностранец. И не безосновательно. Многое в нашей жизни заимствовано у европейских стран, в том числе и в спорте. Если бы Петр I жил в наше время, что бы он привез на нашу землю для любителей скорости? Наверняка весь набор автоспортивных дисциплин – от Формулы-1 до классического ралли. Но оказывается, есть кое-что в России, что царь мог бы предложить Европе. Это исконно русскую дисциплину зимний картинг. Поистине гонять на открытой раме по льду в 40-градусный мороз могли додуматься только русские богатыри. А вернее, советские гонщики еще в 1961 году. Проведя показательные заезды на стадионе «Лужники», энтузиасты Центрального автомотоклуба положили начало новой экзотической дисциплине, которая очень быстро набрала популярность в Советском Союзе. А уж потом шоу заезды и соревнования по зимнему картингу стали проводиться в северных странах Европы. Зимний картинг от летнего отличается не только лишь временем года и дорожным покрытием. По сути, это абсолютно другая дисциплина, под которую строятся особые болиды. Высота рамы. Рама намного выше у зимнего, чем у еднева. У еднева два пальца, там не выездит между асфальтом и рамой, а здесь сантиметров 10-15. Пеет, расширен, сзади сужены койлоса, а у еднева наоборот. Пеет, сужен, а задние расширены немного. Моторы разные. Сидушка смещена назад. Рамы полностью своего производства. Дальневосточный чемпионат по зимнему картингу в этом году начался с города Хабаровска. Первый этап Кубка прошел 21 января на льду реки Амур, куда приехали гонщики со всего региона, от Благовещенска до Владивостока. В наших соревнованиях до сих пор используются рамы и моторы советской эпохи. Но встречаются и переделанные под зиму импортные летние рамы. А также многие команды устанавливают на советские рамы современные моторы. Но прелесть этой гонки в том, что на льду ни мощность мотора, ни качество рамы не дает преимущества перед действительно опытным гонщиком. А затраты на технику на порядок меньше, чем в классическом картинге, что делает зимний картинг более доступным. И это редкий случай в автоспорте, когда одними деньгами не выиграешь. Трасса для зимнего картинга Трасса для зимнего картинга — это обычно нарезанный на льду овал длиной 400 метров, по которому гонщики едут 3-4 круга. Заезды проходят молниеносно. Из первых же виражей можно наблюдать захватывающую борьбу со столкновениями и вылетами. Снежные брустверы требуют от пилотов очень точного пилотирования, поскольку касание сугроба кольцом — это почти гарантированный разворот на треке, а то и переворот карта. Визуально зимний картинг гораздо зрелищней летнего. Повороты проходятся в постоянном управляемом заносе. А смещенные на заднюю ось двигатель и сидение пилота, то и дело перевешивая, поднимают переднюю часть. И гонщику приходится ехать только лишь на задних колесах. Даже сквозь перчатки на такой скорости от холода немеют пальцы. А снежная пыль заставляет ехать гонщика буквально на ощупь. В этих условиях картингисты, несомненно, приобретают полезные навыки. Немного помогает в дождь, потому что в дождь тоже происходит скольжение, и надо чувствовать, когда срывает заднюю ось со свайта. По интуиции, по силуэтам, если видно, по обочине, ну, не чувствовать надо. Как коснулся края бровки, и все. Уже, значит, по краю идешь по-разному. Можно внутри держаться, наоборот. Если держат хорошо первые заезды, то раму чуть-чуть ломаешь, и, получается, проходишь поворот внутри. Зимний картинг набирает обороты как на Дальнем Востоке, так и по всей России. После развала Союза эта дисциплина исчезла из календаря гонок Российской Автомобильной Федерации. Но благодаря местным чемпионатам ее удалось сохранить. Теперь клубы и федерации стараются привести в норму регламент соревнований. Планируется общий переход на обычные летние рамы, но с использованием шипованных колес. Это должно привлечь большее количество участников. Что касается первого этапа в Хабаровске, то чемпионские места достались преимущественно приморским гонщикам. В классе Е-250 первое место взял Акулов Александр из поселка Восток Приморского края. Класс юниор возглавил Иваченко Александр из Лесозаводска. Первое место в классе Пионер занял Иреченко Максим из Благовещенска. Кто-то из этих чемпионов имеет серьезные шансы попасть в большой автоспорт. Подтверждение тому служит эта уникальная фотография. Если приглядеться, на ней можно увидеть самого Кими Райканина, известного финского гонщика, чемпиона Формулы-1. Правда, тогда он был никому неизвестным финским пацаном. Кими участвовал в гран-при по зимнему картингу, который проводился с 1990 по 1997 годы в городе Сосновый Бор, Ленинградской области. Этот чемпионат был даже включен в календарь ФИА. Рядом на этой фотографии видно русского гонщика Михаила Митрохина, который дважды поднимался над финном на высшую ступень подиума, оставляя Кими лишь серебро. Почему финскому гонщику досталась Формула-1, а русскому парню до сих пор приходится ездить в российском картинге – это тема больная и достойна отдельного выпуска передачи. Но факт есть факт. Русский гонщик, умеющий побеждать в ледовой гонке, способен и на больших. И хочется думать, что наши победы в Формуле-1 – это вопрос времени. А Виталий Петров, русский пионер Формулы, всего лишь первая ласточка. Что нужно сделать, чтобы чувствовать себя свободным? Важно всегда чувствовать себя уверенно. Новый Subaru Outback. Subaru. Уверенность в движении. Как сказал классик, какой русский не любит быстрой езды. И зимний картинг – подтверждение тому, что скорость у нас в крови. Увидимся на кольце. Мы идем с конем по полю вдвоем. Продолжение следует...